Валерий Иглин пришел в зал скалолазания по приглашению председателя Городской Федерации Альпинизма Сергея Коновалова. Как только он пришел на первое занятие, то сразу понял, что это его. На скалодроме он познакомился с Иваном Степановым, который тоже заболел горами и перешел из легкой атлетики в альпинизм. Сейчас мужчины работают как напарники, страхуют друг друга на тренировках и на выездах в горы. Напарник в альпинизме – тот человек, которому доверяешь жизнь. И однажды Валерий действительно спас Ивана от несчастного случая. Я просто не подрасчитал свои силы и полез уставшим на стенку. И слетел. Выдрал два шлямбура, а третий меня поймал. И Валера, собственно, меня веревкой ухватил. То есть он пролетел где-то метров 8, наверное, свободного падения. Да, и Валера меня поймал веревкой. Это все произошло буквально за полторы секунды. Я пришел в себя, когда я уже держал веревку. А я висел вниз головой. Ногами пощикал, уперся, и ушел к земле. В таких экстремальных ситуациях – не до эмоций. Напарнику нужно действовать быстро и точно. Альпинизм проверяет спортсменов не только на физическую выносливость и силу, но и на мыслительные способности, так как мозг во время восхождения на вершину тоже работает на полную мощность. Члены федерации выезжают в Крым, Южный Урал, Хибины, Центральный Кавказ. Тренируются альпинисты на скалодроме, а также занимаются общей физической подготовкой. Каждый год в горы ходят порядка 10-15 человек. Когда меня спрашивают, какие горы самые красивые, я всегда затрудняюсь ответить, потому что был в очень многих регионах и в стране, и за рубежом, и все они красивы по-своему. Но то же самое касается и сложности. Можно всегда выбрать, вернее, и нужно всегда выбирать по своим силам горы, потому что главный принцип альпиниста – все-таки не только зайти на вершину, а вернуться живым и здоровым домой. В этом году Федерация альпинизма отмечает 70-летний юбилей. А история ее появления в Сарове началась в начале 1950-х годов, когда в город приехали три заслуженных мастера спорта по альпинизму – Сергей Ходокевич, Анатолий Багров и Любовь Пахарькова. Они и возглавили секцию альпинизма. При их поддержке прошла первая альпиниада Центрального совета физкультуры и спорта. Расцвет секции пришелся на 60-е и 70-е годы, когда в горы выезжали до 60 саровчан, среди которых было четыре мастера спорта. Были совершены восхождения на 7-тысячники – пик Ленина, пик Коммунизма, пик Корженевской и в 1975 году на Хантынгре. А участники ездили в основном на Кавказ вместе с нашими инструкторами. Вот максимально у нас выезжало до 60 человек в год. Присоединиться к городской федерации альпинизма может любой желающий. Занимаются спортсмены на скалодроме, спортивной школе и кар. Я тоже попробовала побыть немножко альпинизмом. Залезла, в общем-то, на небольшую высоту. Это очень-очень сложно. Девочки, я скажу, что это очень хороший фитнес. Всем советую. Для вас репортаж подготовили Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.